Друзья, на повестке дня два вопроса. Не два, конечно, информации приходит очень много сейчас. За всем я не успею, потому что ложусь в больницу опять. Но сегодня на повестке дня у меня два вопроса. Анатолий Быков и канал «Бабушка зовет». Вот, Анатолий Быков, что случилось с этим человеком? Всем привет. Анатолий Петрович, какая мера? Под стражей, против меня организовано преступление. Губернатором Руссом, генералом Речисом. Сговоры с людьми, которые осуждены на длительные сроки. Вопросы, как они сумели уговорить, все пускай догадываются. Человек просто занял первое место у себя по рейтингам. Нужна была зачистка поляны, чтобы губернатор остался свой, прежний. Для чего ставится губернатор в области, в регионе? Губернатор ставится для того, чтобы посмотреть, что все идет по плану. Заводы коптят, денежки в Москву уходят. То есть, вот то, что онкология, все остальные вот эти вот, это все остается людям, детям уже даже в этом регионе. А долларовые миллионы уходят в Москву. Ну, конечно, я думаю, что судя по каналам, которые набежали с Москвы, тот же честный детектив, заказ, конечно, скорее всего, я так думаю, что был из Москвы. Очень долго они к нему готовились, слишком все было у них отредактировано, все на своих местах. Показывали, кого-то задержали, не знаю кого, виновника, всех бед в России просто. Но суть в чем? Да, Анатолий Быков, неординарная личность, скажу сразу. Много что можно говорить, много что можно про него. Был ли он там, был ли не с криминалом в 90-е годы, не был ли он. Это судить самим красноярцем. Но вам скажу одно, вот когда к Богу привели женщину и сказали, Господи, она вся в грехах, она занималась прелюбодеянием, таких людей мы бьем палками, на что Господь ответил, бросьте в нее камень, кто без греха. И ни один не бросил в нее камень, потому что понимали, что сами с грехами. Так и тут. Суть идет в чем? Есть люди, раскаившиеся, которые встали на правильный путь, которые поменяли свою жизнь. И вот к таким Анатолий Быков относился. Он встал на правильный путь, он за людей, он говорил правду. А есть люди, которые живут во лжи, живут в коррупции, которые все это считается по Божьему Писанию, все это считается грехом. И их это устраивает. И они не раскаялись, они продолжают жить, до старости продолжают жить. Вот в чем разница между людьми. Одни раскаиваются и стоят на правильный путь, хотя все с грехами. И даже Ельцин, Ельцин понимал, что за ним грехов больше, чем положено. И он попросил прощения под конец своей жизни. Конечно, он понимал, верил он в Бога или не верил, я не знаю. Конечно, он понимал. Но если Господь есть, он думал, я хотя бы перед народом своим покаюсь. Но есть люди, которые не покаются. И вот дело не магии. Помните таких блогеров? Оно напомнило мне, вот когда они с Тиньковым начались проблемы, да? Владимир Путин сказал, это что же получается в России теперь, если олигарх захочет, он может заказать полицию, натравить полицию на людей. Да, именно так. Именно так все и вышло. Если бы Анатолий Быков дошел до власти, это повлекло бы за собой передел собственности, передел сферу влияния однозначно. Он стал наводить порядок в Красноярском крае. И это сыграло ключевую роль его задержания. Такие люди, вы сами понимаете, что власть никогда не пустят. Любовь, Соболь, Алексея Навального, Анатолия Быкова никогда не пустят к власти. Им не выгодно это. У них все поставлено. Деньги идут в Москву. В России весь бизнес давно уже поделен. Кто-то завозит пальмовое масло, кто-то сидит на закупках на дорогих миллиардных, кто-то занимается газом, кто-то занимается нефтью. Но проблема в том, что до народа это ничего не доходит. И вторая новость у меня такая. В Америке не посчитали вклад Советского Союза за основной. То есть не внесли в список победителей в Великой Отечественной войне. Они считают так, что победила США и Великобритания. На что хотелось бы мне ответить, сказать. Я почитал комментарии, много там таких, что они делают, да как это так. Да я понимаю, может быть в какой-то степени разделяю. Но это чужая страна, они там пишут, что хотят. А мне в своей стране надо разобраться. Почему у меня бешают таблички с Колчаком? Почему у меня пытаются оправдать власовцев? Мне в своей стране надо разобраться с этим. Когда моя страна будет великой державой, никто даже не посмеет сказать, что мы не внесли вклад в Великую Отечественную войну. Десятки национальностей, десятки сотни разных национальностей воевали на стороне Советского Союза. Советские люди сделали это. Кровью своей. Когда моя страна будет великой, никто даже не посмеет это сказать. Пока же, пока же. У них даже пенсию люди получают больше, чем наши ветераны. Так, пока моя страна будет находиться вот в таких условиях, в которых она находится сейчас, конечно, кто-то там будет пищать. Но мне на них все равно, потому что я знаю, кто победил. Я должен снимать у себя на родине фильмы и вкладывать в них миллионы долларов. А про фильмы я сказал, почему. Потому что достойные фильмы. Сейчас мало увидишь. Я смотрел вчера фильмы про войну. Советские. Вот это действительно фильмы. А сейчас с одним автоматом ходит. Чуть-то не в руки его передает. Причем автомат Калашникова, а не ППШ. Советский Союз, когда был, они не жалели деньги и не переводили на счет. Там по 100 танков на поле. И все это снималось. Сейчас же все это переведут на деньги и будут два танка гонять. Вот с чего надо начинать. С патриотизмом внутри своей страны. На этом. Да, канал Бабушка зовет. Инна Тузова. Я знаю, что ты смотришь меня. Напиши мне. Может быть ты знаешь больше. Напиши мне там внизу, что случилось. Как случилось. Я думаю, что ты знаешь побольше, чем я. Мы еще вернемся к этому вопросу после больницы. Просто сейчас нет времени на это, на все. Всем, кто слушал, желаю счастья, здоровья, самое главное. Здоровья вам, здоровья детям. Нам оно пригодится. Должно быть в нашей стране все хорошо. Все хотят нормальной жизни. Я лежал с участковым. И они хотят просто нормально жить. Нормально работать. Все хотят. Нет такого человека, кто был бы не заинтересован в хорошей жизни в этой стране. Здоровья всем. Счастья, любви, удачи. Берегите себя.